Ах, что? Кто разбудил? Что-то в Destiny 2 происходит, о чём наконец-то можно сделать видосик? Ничего себе! Ну давайте поглядим, через сколько дней стартует ивент. Хэллоуинский фестиваль усопших. Ну, это определённо повод, давайте разбираться. 6 октября город вновь украсят свечами и флагами. Один из красивейших ивентов в году откроет свои двери для всех игроков в Destiny 2. Мы выкладывали в группе ВКонтакте слитые косметические предметы, вроде кораблей, призраков и сперл, а также орнаменты для брони, приуроченные к этому празднику, и они... выглядят очень и очень круто. Особенно варлок шикарен. Но в этом ролике поговорим о чуть более практичных наградах. Об оружии. На сайте light.gg сразу два автомата, приуроченных к фестивалю усопших, получили иконку этого сезона. А значит, похоже, оба обновятся до актуального уровня силы, и оба можно будет получить за время проведения мероприятия в 2020 году. Оборотень Брея и Страшная История. Вероятнее всего, их можно будет доставать из специальных праздничных анграм за поднятие рангов у Эвелеванте. Но надо же тебе разобраться, какой автомат лучше, и конечно же, какие перки ловить на каждой винтовке. Вот давай об этом и поговорим. Но сначала, небольшая рекламная пауза для спонсора этого видео. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки, и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились печать 2020, испытания Осириса и многое другое. Новинок много, цены снизились, самое время доделать все, что хотел, успеть до нового аддона. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду TripleVape действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Начнем с автомата Страшная История. Внешне он очень сильно напоминает автомат из Железного Знамени этого сезона, Путь Вперед. Однако, несмотря на одинаковые модельки, архетипы у автоматов разные. Если автомат из Железного Знамени можно в каком-то смысле отнести к Мете, поскольку его скорострельность 600 выстрелов в минуту, то вот автомат Страшная История имеет темп стрельбы 450. Что немного, но все же хуже. Для того, чтобы поиграть в плейлист быстрых матчей Горнила 6 на 6, он подойдет вполне себе. Но вот в состязательном плейлисте Выживания или Испытания Хасилиса, я бы прям вот не советовал с ним туда соваться. Страшной Историей необходим перк на урон. Но если верить данным сайта light.gg, в возможном дропе этого автомата нет ни киллерского магазина, ни рубаки. А полоса удач числится среди так называемого Банжи Ролла. Но при этом нет гарантии, что в этом году Банжи Ролл будет в себя включать именно этот перк. Так что давайте отталкиваться от того, что есть. Лучшим перком в первый слот станет прицел Коллиматор Микро. Это прицел с небольшой кратностью увеличения, но ощутимым приростом к эффективному расстоянию, плюс 9 единиц. Если помните, именно этот прицел я советовал ловить на автомате из Железного Знамени. Во второй колонке на этой винтовке может выпасть наш любимый перк. Высокоточные боеприпасы. Плюс 10 единиц к расстоянию. Тут альтернатив даже никаких быть не может. Ни один другой перк в этой колонке не сможет дать вам хоть сколько-нибудь сравнимый по пользе эффект. В третьей колонке устанавливаем Изгой, который увеличит скорость перезарядки оружия после прицельных убийств. Полезнейший перк, который работал всегда. Однако если вы играете на геймпаде, то возможно вас заинтересует другой перк в этой колонке. Устойчивая изготовка, который увеличит меткость, стабильность и удобство оружия при стрельбе в положении присев. Но это если только вам совсем лень выбивать Изгой. В последней же колонке перков этого автомата вариантов немного. Самым вкусным, пожалуй, станет Диверсант. Довольно универсальный перк для разных режимов игры. Гранат много не бывает ведь, правильно? А он как раз восполняет часть энергии гранат за убийство из оружия. Да еще и сам автомат перезаряжает при использовании гранат. Таким образом, вот что у нас вышло. Коллиматор микро, высокоточные припасы, Изгой и Диверсант. Да, не повернется язык сказать, что это автомат и ролл, который должен быть у каждого. Но если это ваш первый ивент и вы хотите пополнить свой арсенал новым автоматом с приличными перками, то это лучшее, на что вы можете рассчитывать с винтовкой Страшная История. Давайте перейдем ко второму автомату, который лично мне нравится куда больше. Оборотень Брея. Да, это переработанный автомат Анны Брей, Полярный Волк Брея, который можно достать из усыпляющих узлов на Марсе. Пока что можно. Марс скоро все, а автомат как-то занять надо. Да и выглядит он прикольно, на мой взгляд. Разве нет? Архетип винтовки также 450. Значит, опять не мета. Но прежде чем недовольно выдыхать в его защиту, скажу, что выбор перков тут гораздо интереснее, чем у первой винтовки. И правильным подбором этих перков автомат можно будет сделать вполне себе играбельным. В первой колонке стволов вариантов масса, но я бы советовал остановиться на удлиненном стволе, который позитивно влияет на параметр дальности стрельбы и отдачу, либо полный калибр, который также улучшает дальность стрельбы. Минусами этих перков будет снижение стабильности, но ее можно исправить модами, а вот расстояние нужно все же поднимать до как можно больших значений. Во второй колонке, конечно же, ждем выпадения рикошетных патронов. Они, кстати, улучшат и стабильность, и расстояние, так что если вас смущал ствол в первой колонке, который уменьшал стабилу, рикошетки должны это исправить вообще без потерь. В предпоследней колонке я долго не мог решить, что выбрать, но в итоге остановился на двух вариантах. Изгой, про который я уже говорил в этом видео, перк улучшающий скорость перезарядки, или же усиленные резервы, благодаря которому последние патроны в магазине наносят увеличенный урон. Я лично буду ловить этот автомат именно с этим перком. В последнем столбце невиданная щедрость, тут можно получить перк киллерский магазин, или рубака, два отличных перка на увеличение урона. Киллерский магазин тоже уже настолько попсовый и универсальный перк, что в комментировании не нуждается. Это просто мастхев перк для автомата хоть в пвп, хоть в пве. В итоге, оборотень Брея должен быть у нас таким. Удлиненный ствол, рикошетные патроны, усиленные резервы или изгой и киллерский магазин. Да, у автоматов не самый удобный архетип. Это не 600 автоматы, вроде гнетущего голода. И именно поэтому для них куда важнее то, с какими перками вы их получите. Они от этого более зависимые. Не могу сказать, что вы сможете каким-то из этих автоматов заменить свое основное оружие надолго, сейчас. Однако разработчики уже заявили, что ребаланс оружия в новом сезоне будет. Так что как знать, может быть именно 450 автоматы окажутся на коне. Но даже если нет, теперь ты знаешь какой автомат из грядущего ивента стоит ловить для своей коллекции гадролов. Я всегда говорил, если вы выбиваете пушку, которая вне меты, но при этом вы видите, что это гадрол, на ней отличный набор перков, оставьте ее в хранилище. Рано или поздно придет ее время. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь подписаться на канал и до связи.